Здравствуйте! Энергетические люди существуют, разные ракурсы видения этой реальности. Сегодня мы рассмотрим основные четыре из них. Первое – это поле и человек. Есть общее поле, которое нас окружает, и есть человек. И поле самого человека, его маленькое энергетическое поле, взаимодействует с общим энергетическим полем. Второй взгляд на мироустройство – это человек, который здесь на Земле живет, проходит опыт. Он живет в линейном земном времени, но он может выходить в вертикаль, в состояние потока, соединяться со своей душой и, соответственно, смотреть на жизнь под новым, под другим углом. Третий вариант взгляда на эту реальность – это человек и матрица. То есть человек, живущий здесь в мерности Земли, он не только выходит в вертикаль, не только соединяется с собой настоящим, но он еще также взаимодействует с вот этой материальной реальностью, как с физическим ее проявлением, так и с энергетическим, которое в людях проявляется, в окружающем пространстве. Но об этом чуть поположе поговорим подробнее. Дальше. И четвертый уровень – это уровень уроков. То есть все мы здесь души, которые пришли сюда, на Землю, для прохождения уроков. Смотрите, пространство многомерно, и ни один из этих уровней не отрицает другой. Здесь нет абсолютно противоречий. Итак, первый уровень. Чем он нам может быть полезен? Он может быть полезен в ракурсе самоочищения, в ракурсе наблюдения, как общее поле реагирует на ваше поле. Напомню, первый уровень – это человек, поле человека и общее поле. И наблюдайте, как осуществляется ваше взаимодействие с общим полем. Что говорит общее поле? Здесь самый такой основной принцип. Если поле человека маленькое, сжатое, это происходит из-за каких-то программ негативных, из-за негативного опыта, который удерживается в поле, то общее поле давит. То есть, когда общее поле давит, нужно избавляться от всяческого ментального, эмоционального мусора, осевшего на уровне вашего поля. И получается, общее поле вас воспринимает сразу как гармоничную личность. При этом ракурсе достаточно всё просто. То есть, есть вы, есть общее поле, ну и, соответственно, общие поля других людей. Давайте здесь мы рассмотрим такую практику – гармонизация отношений с любым человеком. Почувствуйте своё поле, почувствуйте поле человека какого-то, который вот вам сейчас придёт того и правильно. Возможно, вы его образ общий увидите, возможно, вы увидите его как в шарике, возможно, вы ещё каким-то образом примерные очертания этого человека увидите. И сейчас скажите мысленно «Тебе твоё», возвращая его энергии этому человеку, его полю, а мне моё. «Тебе твоё, а мне моё». И ещё раз «Тебе твоё, а мне моё», разграничивая ваши энергии. То есть, отдавая его установки, его энергии этому человеку, себе оставляя свои. И, соответственно, при этом забирая у него все свои какие-то программы, как позитивные, так и негативные. Эта практика «Тебе твоё, а мне моё» помогает разграничить вот эти потенциалы энергии, которыми вы, возможно, переплелись с человеком, и возникают какие-то непонятки в отношениях. Какой-то тон непонятности или серьёзный потон непонятности возникает, если то вот этой вот практикой можно улучшить отношения. Итак, почувствовали гармонию внутреннюю, и так можно проделывать с каждым человеком по очереди. Или можно попробовать делать это оптом со всеми. «Вам ваше, а мне моё». «Вам ваше, а мне моё». «Вам ваше, а мне моё». Это помогает, когда мысли о каком-то человеке сильно крутятся, много в голове, когда вы чувствуете, что вот, соответственно, эта практика поможет, её стоит сделать. Так, дальше. Ещё практика для уровня, когда есть «я» восприятие себя как поле, и есть общее поле. Представьте, что вы капелька в море энергии. И, в принципе, так и есть. Ваше поле – это капелька в океане энергии. Можно называть эту энергию абсолютным, можно называть эту энергию общим полем. И сейчас позвольте себе стать этим морем. «Вы есть капелька в море энергии, и вы и есть это море». Слеетесь с общим морем. Почувствуйте, как хорошо. Вы бесконечно. Прочувствовав себя морем энергии, направьте это море энергии на ваши благие свершения. Увидите картинки сейчас вашего светлого будущего. Общее поле радуется, на самом деле, когда мы мечтаем, намереваемся исполнить какие-то светлые свершения, какие-то хорошие дела. Даже, например, бизнес свой завести – это, в принципе, хорошее дело. И энергия течёт свободно. То есть вы и есть – это море энергии, и вы не мешаете им течь к вашей мечте. Почувствовали себя внутренне гармонично, спокойно. Поблагодарили себя, поблагодарили мир за всё. И давайте третья практика для вот этого восприятия реальности, что вы поле, вы человек, имеющий энергетическое поле, вокруг вас поле. Смотрите, сейчас нужно поднять своё состояние ещё выше, ещё до более высокого частотного, или поддержать его на этом уровне, если вы уже достигли этого состояния. Так вот, когда человек живёт в низкочастотных состояниях, поле вокруг него сжимается. Когда агрессию, обиду проживает человек очень много времени, поле вокруг него сжимается. Даже когда в моменте человек испытывает низкочастотное состояние, поле вокруг него сжимается. Возможно, замечали, может, кто-то на улице случайно задеет, или что-то такое происходит, это как-то цепляет внутренне. Когда человек переходит в высокочастотное состояние, поле вокруг него расширяется, открываются все возможности. есть пара практик, которые помогают перевести себя в более высокочастотное состояние. Одна из них – это «Я желаю всем счастья». Если чувствуете, что ваше состояние опустилось до более низкочастотного уровня, начинаете желать всем счастья. «Я желаю всем счастья», «Я желаю всем счастья», «Я желаю всем счастья», «Я желаю всем счастья», направляя внимание на сначала окружающее вас пространство, потом можно брать фокус каких-то конкретных людей, и вы чувствуете, как ваше поле расширяется, ваш уровень энергии поднимается за счет того, что состояние становится более высокочастотным. Дальше. Следующая практика – благодарность. «Благодарю, благодарю, про себя» можно говорить, вспоминая какие-то моменты за здоровое тело или достаточно здоровое тело, за то, что есть покушать, за то, что все хорошо, за то, что есть возможности, за то, что вы живете, развиваетесь, за то, что у вас там жилье какое-то есть и так далее. Причем, чем больше вы благодарите за то, чего вам кажется у вас маловато, например, хочется больше зарабатывать, тогда благодарите за то, что уже достаточно хорошо деньги приходят в вашу жизнь, возможно, через других людей, какими-то другими способами. И благодарность, она также повышает уровень вашего состояния и открывает все возможности. Еще раз лайфхак. Если вы хотите, чтобы было чего-то больше, например, здоровье, бодрости, сил, денег, красивые одежды, возможности, жилье, чтобы сохранялось красивым, тогда благодарите за то, что у вас уже всего достаточно, но при этом хотите больше. Пожалуй, по поводу первого уровня мы с вами поговорили достаточно на сегодня. Перейдем ко второму уровню восприятия ракурса, восприятия этой реальности. Чем эти ракурсы нам вообще полезны? То есть, смотрите, вот я работаю с людьми, работаю с энергией. Я смотрю по человеку, какой урок ему стоит пройти сейчас, что у него в поле, возможно, накопилось, что ему стоит подкрутить, какие настроечки внутри себя, в своей жизни, чтобы стать счастливее. То же самое вы в течение жизни, в течение дня наблюдаете. Затем, как мир реагирует на ваши действия, затем, что вообще происходит вокруг вас, и можно руководствоваться каждым ракурсом по отдельности, которые я сегодня называю четыре основных ракурса, а можно воспринимать их в совокупности. Обычно при диагностике, при сессиях я стараюсь смотреть на жизнь человека с разных ракурсов, чтобы максимально полную получить картины и максимально хорошо помочь человеку. И, соответственно, сейчас вы имеете возможность тоже посмотреть на свою жизнь, на гармонизацию себя, на очищение себя, на исполнение своих намерений под разными ракурсами. Первый ракурс мы с вами обсудили. Вы человек, имеющий энергетическое поле, вокруг вас общее поле. В общих словах это такой ракурс. Второй ракурс. Человек. Вы человек, пришедший... Вы душа, которая получила тело человека. И вы здесь живете на земле. Правильно? Абсолютно логично. То есть, ваша душа получает вот этот скафандр. Прочувствуйте это. И вы здесь живете на земле. При этом вы можете либо жить на земле полностью, как землянин, наблюдая за тем, что преподносит вам мир, то есть никак не влияя на это. И реагируя на мир каким-то образом, например, мир обжег, вы бобо обожглись. Мир сказал, я заберу тебе эту игрушку. Вы расстроились. То есть, ну, обусловлены, возможно, в какие-то периоды люди реакциями. Реакция обусловлена. То есть, мир показывает вам какие-то действия, и вы реагируете на эти действия каким-то образом, как вы, как будто бы запрограммировано реагировать. То есть, можно быть обусловленным полностью земной реальностью, а можно подключать свою галактическую суть и реагировать совершенно другим образом. Например, мир говорит, ты вот как бы родился вот в этой вот семье, имеешь вот такой вот опыт, вот такой социальный статус, ты должен ему соответствовать. Можно сказать, окей, хорошо, я буду играть вот в эту игру, которую предоставляет мне мир. А можно подключить чувствование в свою душу, то есть, не только вот этот скафандр и характеристики скафандра, ум, какие-то, родовую память, которая в каждой клеточке зафиксирована, но можно подключить свою галактическую суть и попробовать перестроить эти сценарии, как вам действительно этого хочется, от души, как хочет ваша душа. То есть, вот этот уровень, второй человек на уровне Земли, но при этом он может жить либо по-земному, соответствовать всем сценариям, которые ему предлагаются здесь на Земле. Ну, всем на самом деле тяжело соответствовать, но некоторые так и живут. Или у человека есть выбор подключать свою галактическую суть, свою душу. Душа подключается часто в экстремальных ситуациях, как видение какой-то, интуиция это называется. В каких-то ситуациях выбора бывает тоже получается ясность внутренняя, и она с земной точки зрения, эта ясность, она может быть абсолютно нелогична. То есть, ум может говорить, да ты что, как ты можешь, ты сделай вот так, вот так, вот так, так нельзя делать. А интуиция говорит, нет, я должен или должна поступить только таким вот образом. И, соответственно, вы поступаете и чувствуете себя удовлетворенно. Когда человек поступает по душе, он чувствует глубокое внутреннее удовлетворение. Да, ум может говорить, что так нельзя, это опасно, это неправильно, ты будешь страдать. Но если вы поступили по душе, то чувство внутреннего удовлетворения, оно превалирует обычно. И на этом уровне, что важно знать, как отличать вообще, когда вы живете чисто по земному, а когда вы живете, проявляя свою галактическую суть на связи со своей душой, когда вы находитесь. И здесь стоит отметить, что к характеристикам тела вот этого биоскафандра, прочувствуйте пока биоскафандр, относятся ум и эмоции. Ум, мозг, эмоции, это относится все к вот этому биоскафандру. Это земное. Соответственно, эмоции – это когда радость резкая, резкая грусть. Эмоции – это такая тема, которой нужно научиться управлять. Наверняка вы многое слышали. Мысли – это тоже то, чем важно научиться управлять, потому что мысли мы часто считываем с поля от других людей. Это не то, что мы настоящие так проявляемся. Эмоции и ум – это проявляется как раз вот эта земная мерность в нас. Галактическая наша суть – это интуиция и разум. То есть разница, знаете, в чём? Разница в ясности. Когда говорит душа, когда говорите вы галактический, в себе же ясность, спокойствие. Если эмоции – это вот такое вот взбалмошное состояние либо радости, либо грусти, и оно откачивает энергию, мысли, они откачивают энергию, то голос разума – он спокойный, ясный, гулки внутри. Каждый по-разному это ощущает. Если у вас есть опыт наблюдения за тем, как говорит ваш интуиция, как говорит ваш разум, пожалуйста, напишите в комментариях. И чем отличается голос ума и эмоции? Тоже, пожалуйста, напишите о ваших ощущениях в комментариях. Возможно, в каких-то ситуациях у вас получилось отличить эти голоса разума и голоса ума, и вы потом получили какое-то немыслимое счастье от результатов своего выбора по душе. Так вот, разум и интуиция – глубокие чувства. Это голос души. Чувство – это чувство любви, чувство достоинства, спокойное, оно глубокое, насыщенное, такое густое. А эмоции, ум – это что-то такое суиценоватое. Даже если кажется, что вы думаете о чем-то умном, это может быть ловушкой, потому что ум и эмоции, они нас постоянно вовлекают сильно слишком в земную игру. Конечно, мы в ней все вовлечены, безусловно. Но когда мы руководствуемся мыслями, идеями своей души, мы более счастливы. Когда человек живет только от ума и только от эмоций, он неминуемо либо несчастлив, либо он нам не понимает, кто он, что здесь делает, если брать глобально вот эту вот картину восприятия мира. Что здесь еще можно сказать? Наверное, давайте мы на этом пока закончим. Вот эту вот вторую часть. Итак, мы прошли два вида восприятия этой реальности. И, соответственно, влияние на эту реальность – это вы, как человек, имеющий поле, вокруг общее поле. Второе – вы душа, проходящая здесь человеческий опыт, и вы имеете возможность воспринимать эту жизнь как именно душа, как творец или как игрок этой жизни, которого мерность Земли поворачивает то в один угол восприятия, то в другой. Следующий, третий уровень восприятия – это человек и материальная реальность, матрица. Здесь, казалось бы, очень все похоже, но здесь детализация добавляется. То есть, если первый уровень – детализация вообще слабая, то есть есть ваше поле, есть общее поле. Второй уровень – детализация чуть-чуть больше. Это вы и общее пространство. Третий уровень – это вы. Вы при этом душа, конечно, мы это здесь сохраняем. Вокруг – матрица, вокруг – люди, которые могут себя проявлять либо как душа, либо как биоскафандр. Вокруг есть другие игроки, здесь добавляются на этом уровне, другие цивилизации. Это сириусиансы, это собаки, кошки многие, птицы многие. Дальше. Вокруг есть еще невидимые, разные цивилизации, сущности, пауки, тролли, которые могут проявляться как энергетически, так и прямо физически в людях, через других людей, и вас самих. И здесь, на этом уровне, как мы уже сказали, больше детализации. Итак, здесь, что ключевое? То же самое, что и во втором уровне. Самое ключевое – научиться соединяться со своей душой, с собой галактическим, для того, чтобы расшифровывать, что пространство для вас говорит, что говорит матрица, научиться управлять материальной реальностью. Итак, материальная реальность, она матрица, разделяется на два основных аспекта. Первый – это видимый аспект. Вот. Видимый, видимый, видимый. Все это материя. И есть невидимый, программный аспект. Например, почему штора вот такая вот гладенькая, здесь такая программа. Почему тело вот такую вот форму имеет, а не такую? Почему кожа вот такое вот состояние имеет, а не другое? И здесь, на этом уровне, мы учимся, на этом уровне восприятия мира. Человек учится перепрограммировать материю. То есть, со своего тела можно всегда начать. Если человек питается, даже здесь немножко с другого ракурса, мы не будем затрагивать, наверное, какие-то привычки, потому что они часто обусловлены программным обеспечением. То есть, если человек имеет программы, которые дают ему поддерживать его тело в форме, то тело будет поддерживаться действиями в форме, и материально в форме будет поддерживаться. Если человек имеет программу саморазрушения, то он будет делать действия, плюс энергетически будет разрушать свое тело. То есть, здесь идет речь о том, чтобы перепрограммировать материю, о том, чтобы отслеживать вот эти вот закономерности, как материя перетекает, меняется. Это очень хорошо видно, когда лечишь заболевание. Возможно, у вас есть такой опыт. У меня есть, соответственно, поскольку я тоже этим занимаюсь. Например, болит колено. Воспалительный процесс. Как можно воздействовать на воспалительный процесс? Можно воздействовать только физическими методами. При мочке разные сделать, принять таблетки, или сделать укол, или мазью помазать. А можно посмотреть энергетические причины заболевания. То есть, такие хитросплетения сценария стоят за больным коленом. Возможно, где-то не надо проявлять гордость. Возможно, где-то надо идти в нужную сторону. Возможно, еще что-то, еще что-то. И вот это вот все можно распутать, только ощущая себя душой, или наблюдателем этой жизни, который имеет тело человека. И можно либо со стороны, вот как мы работаем, энергомастера, целителя, мы можем помочь человеку перепрограммировать его тело, или какую-то часть тела, на состояние здоровья. Так и каждый из нас, в принципе, в жизни это делал. Перепрограммировал, осознанно или не осознанно себя, на состояние здоровья, или на состояние болезни. Если, например, не охота идти в школу, ребенку, он может даже специально как будто бы заболеть, то есть запустить в себе вот это программное обеспечение, вызывающее сопли, кашель, возможно, даже температуру. То есть так говорит наша психосоматика. Возможно, вы слышали, через тело показывает, что у нас происходит внутри. Дальше. Здесь на этом уровне, на третьем важно понимать, что вот есть души. Каждый человек в основном это душа. Душа может быть из разной мерности, может быть земная душа, может быть из мерности эльфийской, атлантийской и так далее. А также, кроме нас душ, здесь есть невидимые цивилизации, которые невидимы взгляду, но при должном опыте, при должной насмотренности, базе знаний внутренней и опыте наблюдения начинаешь это видеть. То есть некоторые цивилизации, они могут проявляться в людях, они могут подключаться к каким-то людям. Например, живет Вася. Вася, он живет, 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 а потом он дал допуск к какой-то цивилизации или к какой-то сущности, то есть к какому-то, к какой-то личности цивилизации отдельной. И Вася уже живет не один, а вместе с цивилизацией, то есть в нем действует. Он не столько сам думает о чем-то и не только матрица ему подсказывает какие-то решения выбора, но и какой-то еще агент, сущность или какая-то цивилизация ему подсказывает какие-то решения. Возможно, наблюдали сейчас картину, когда люди странно неадекватно себя ведут. Часто это не их внутреннее программное обеспечение, а какая-нибудь цивилизация им подсказывает сделать какие-то негативные действия или сущность какая-то подсказывает делать негативные действия с целью подпитки. То есть цивилизация питается эмоциями, питается страданиями людей, мыслями негативными, и поэтому многие маньяки, они в принципе жертвы цивилизации, какой-то жертвы сущности. Такой момент. Напишите, пожалуйста, что вы об этом думаете, но вот в принципе в основном это в человеке что-то сидит, что-то не имеющее отношения к ему, его истинному я, к его душе. Истинное я – это душа, там разными словами можно называть душу, но вот есть Вася, чистенький Вася, душа – это один уровень, да? То есть Вася полностью осознаёт себя как душа и живёт по интуиции. Второй уровень, когда Вася живёт обрезанный от своей души, от своей интуиции, он действует только как ему здесь материальная реальность подсказывает матрица, нервность Земли, другими словами. То есть вот просто он как-то действует на этом уровне. И есть ещё третий вариант, когда у Вася есть подключка от какой-то цивилизации или от какой-то сущности или ещё какого-то иного субъекта. И Вася борется в своём же поле с вот этим ещё до кучи субъектом. И здесь, соответственно, Вася нужна помощь. То есть многие, те, кто странно, неадекватно себя ведут, на самом деле нужна помощь. Нужна энергочистка от сущностей, от канала другой цивилизации. Какую-то завесу тайны я здесь открываю на своей страничке. Пожалуйста, ознакомливайтесь. Лично работаю. Это нужно писать не лично, по очищению от разного рода подключек, по возвращению человеку себя настоящего. Работаю эффективно и, получается, передаю также базу знаний, как не брать вот такие подключения в дальнейшем. Итак, на этом уровне что надо понимать? надо понимать, что стоит сохранять свою целостность, целостность со своей душой, что нужно целостно смотреть на этот мир, что нужно наблюдать за проявлениями этого мира и нужно наблюдать за тем, что проявляется в других людях, не акцентируя на этом внимание, не вовлекаясь эмоционально сильно в это, ментально. То есть, с уровня души, с уровня ясности, просто наблюдать, констатировать для себя факты, констатировать для себя факты, кто в каких сценариях между собой находится, в каких сценариях вы с людьми находитесь, и мы постепенно переходим как раз к уровню сценариев, к уровню уроков. Здесь на уровне уроков. Итак, четвертый уровень восприятия этой реальности все то же самое. Я душа, имеющая тело человека. Вы душа, имеющая тело человека. И вы сюда пришли для опыта. Наверняка слышали уже такую примерно концепцию восприятия реальности, и многие из вас ей пользуются. И она одна из самых таких глубинных. Мы души, приходящие сюда для опыта. но по каждой душе есть база данных уроков. Пускай она будет вот здесь как такая комната, сейф, ее можно схематически представить. И здесь уроки содержатся ячеечки или шарички, и написано урок непривязанности, урок принятия вещей такими, какие они есть, и так далее. Урок не гневаться, и так далее. То есть по каждой душе изначально от рождения уже база уроков каких-то заведена, да, и в процессе жизни душа, человек проходит через разные ситуации, разные отношения для того, чтобы пройти вот эти все уроки. Какие-то уроки сюда дописываются вследствие наших каких-то неправильных выборов, непрохождения других уроков, оценок других людей, то есть база может пополняться, могут какие-то уроки вычеркиваться, когда человек успешно проходит, а какие-то наоборот добавляться. И исходя из этого видения, вы идете по жизням, картинки вокруг вас меняются, сценарии взаимодействия с людьми, с пространством для вас меняются, вы сначала идете в детский сад, потом в школу, потом на работу, потом, возможно, свое дело открываете, взаимодействуете с разными людьми, при этом в каких-то болезненных взаимодействиях всегда важно понимать, что есть какой-то урок или несколько уроков, которые нужно разрешить. И вот при этом взгляде на жизнь становится сразу понятно, понятно, что какие-то ситуации в нашей жизни происходят не просто так, и при этом взгляде на жизнь, на реальность можно разрешить массу ситуаций. Какие-то ситуации надо принять, какие-то моменты жизненные, которые мы не можем изменить, нам остается только принять, урок принятия. А какие-то мы должны менять, но мы должны понимать корень, почему происходит та или иная ситуация. Например, человек склонен переедать, что за этим кроется, что это сценарий, определенный сценарий, как в фильмах, есть же сценарии, вот то же самое в нашей жизни. Есть сценарий, что, например, человек неминуемый ест на ночь, он знает, что это не стоит ему делать, но он почему-то ест. Если брать мерность уроков, то надо посмотреть, какой урок или какие уроки за этим кроются. Возможно, человек осуждал кого-то, набрал потенциала осуждения и начал сам кушать на ночь. Возможно, за этим замещение какой-то внутренней пустоты кроется. Возможно, здесь урок человеку, наконец, надо проявляться, направить свою энергию в нужное русло, то есть выбрать какое-то то, что он действительно хочет от души. И за каждой ситуацией дальше, например, в отношениях, непонятные отношения с человеком, какие уроки за этим кроются. То есть скопаем глубину на этом уровне и понимаем, как нам действовать, что внутри поменять, чтобы ситуация гармонизировалась. На этом я заканчиваю по уровням. Мы поговорили, осветили. Пожалуйста, пишите ваше наблюдение, как вы воспринимаете реальность. Есть, возможно, еще и другие точки взгляда на этот мир. В этих уровнях я еще не все описала. Возможно, будут еще видео, где мы будем рассматривать более подробно каждый уровень. Желаю вам прекрасного дня, желаю вам всех благ, успехов и счастливой жизни в целом. Субтитры 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 Субтитры